Приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Сегодня важные геополитические темы, в контексте которых находится Украина, со мной будет обсуждать Гарри Табах, офицер военно-морских сил США в отставке. Гарри, добрый вам день. Добрый день, Диана. Добрый день. Витаю, Украина и Политбюро. Гарри, предлагаю в наш разговор начать с такой темы. США поддерживают возврат Украине территорий, захваченных после 24 февраля. Об этом заявил госсекретарь США Антони Блинкин на конференции газеты The Wall Street Journal. Следует отметить, что вернуть территории, которые были заняты с 24 февраля, это означает, что вернуть территорию без Крыма, без Донецка и без Луганска. Как трактовать такое заявление? Это очередной сигнал Киеву, чтобы мы понизили ставки? Или как? Ну, я, да, я это воспринимаю. Опять же, они все время пытаются каким-то образом, как говорит генерал Хеджес, который любимец в Украине, и правда, он заслуженный генерал, в честь и хвала им мои политические взгляды с ним расходятся, но и для этого Соединенные Штаты есть Соединенные Штаты. Ну, как и он говорит, он тоже понять не может ту партию, за которую он ратует. Почему Белый дом хочет все время свести эту войну в ничью и разными путями посадить за стол переговоров? И это, опять же, то, что не говорят. И, знаете, мне каждую право вам говорят, не говори слово Трамп, потому что это раздражает людей, это такой, это триггер такой. Но я не знаю, что делать, потому что все время приходится возвращаться к примеру. Я не знаю, что они говорят. В девятнадцатом году президент Трамп через наш Конгресс протолкнул закон, что Крым никогда не будет признан российским, и Крым всегда останется украинским. Даже если причине президента Трампа переизберут, и он скажет, что Крым российский, все равно никакого значения быть не может, потому что у нас теперь есть закон благодаря ему, что никакой президент не может объявить Крым российским. Поэтому они могут говорить все, что угодно. Но в Америке американский народ проголосовал через Конгресс за то, что Крым всегда будет украинский. То есть украинцы имеют полное право, и мы обязаны поддерживать Украину. Опять же, американский народ проголосовал через Конгресс. Так у нас работает. Чтобы Украине дали ленды и стоить все необходимое как можно быстрее победить в этой войне, разгромить врага фашистского Германия или Россию в этом случае как можно с меньшими потерями и меньшими разрушениями инфраструктуры. Но почему-то Белый дом не как не... Они каждый раз придумывают что-то новое. То вот сейчас он пойдет, но пока загрузится, пока сделается. Это июль-август, потом июль-август прошел. Ну, это с октября начнется, с первого фискального года. Придумают каждый. Ну, это еще готовится, но это теперь будет. Теперь вообще они стали говорить, что он не нужен у Ленд-Лиз. Лучше без него, что с него надо платить, что тоже абсолютная брехня. Не надо за Ленд-Лиз платить. Если в худшем случае на то, что не использовали, надо будет вернуть. И то, что не уничтожено, не поломано, надо будет вернуть из техники. Но ни в коем случае не из того, что консумб, то, что употребляется. Поэтому они каждый раз что-то придумывают. Но американский народ сказал свое слово и по Крыму, и по Ленд-Лизу. Поэтому администрация президента Байдена в лице, Блинкина в лице генерала Милы. Почему-то у нас генерал Милы призывает к переговорам. Причем главный военный. Что он попутал. Он за переговоры. И поступает это в официальном лице. Но законы у нас все равно есть. Законы. И мы должны добиваться, чтобы Белый дом, администрация выполняла волю американского народа. Выполняла законы, за которые проголосовался наш конгресс. Но и как в 2014 году, конечно же, у Белого дома есть много силы и власти. В том смысле, что даже в 2014 году, когда наш конгресс, опять же хочу подчеркнуть, это был республиканский конгресс. Не потому что там республиканцы или что-то. Потому что вас там все время запугивают, что республиканцы придут. Это был республиканский конгресс, который проголосовал, чтобы дать Украине летальное оружие. И опять же, это же администрация. Потому что сегодня администрация в Белом доме, это обамовская администрация. Включая тогдашнего вице-президента, сейчас президента Байдена. Они наложили вето на это. И Украина в 2014 году не получила никакого летального оружия, пока не пришел следующий президент. И не снял, не отменил это вето. И вот тогда Украина получила мизерное количество джувелинов, снайперских витовок, стингеров. Но благодаря им, конечно же, смогла отбить этот нахрап вот в феврале, 24 февраля этого года. Поэтому, да, я считаю, что сегодняшняя администрация США саботирует и не выполняет волю американского народа. По поводу воли американского народа есть информация о том, что в США снижается количество сторонников предоставления военной и финансовой помощи Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования Чикарского совета по глобальным делам. Если смотреть статистику, то в марте это было 79%, то сейчас она скатилась уже и стала 65% в ноябре. При этом среди избирателей республиканской партии таких было всего 55%. В свою очередь число сторонников выделения экономической помощи Украине, если в марте было 78%, то в ноябре она составляет уже 66%. Среди симпатиков республиканской партии США они составляют 50%. Как бы вы эту информацию прокомментировали? Ну, во-первых, это то, что вот видите, как ваши все они там запугивают республиканцами, республиканцы как раз это те, которые продвинули летальное оружие, которые ленд-лис ввели. Но это неважно, потому что у нас и республиканцы, и демократы, супер большинство за то, чтобы помогали Украине, и за то, чтобы супер большинство проголосовало за ленд-лис. Тут нет партийного никакого. Это, по-моему, единственная задолгую историю, где две партии абсолютно не едины. И это только администрация Белого дома, которая против. Объяснить я это как я могу. Также в этом изучении, в этом докладе было то, что большинство американцев остается за санкционные ведения против России, чтобы вводили санкции против России. Я не знаю, наверное, лучше всего это спросить у Андрея Николаевича Илларионова, он экономист или у знатоков в этом деле. Лично мое мнение, как простого американца, это то, что санкции ничего не стоят. Вот мне из моего кармана санкции ничего не стоят. А военная помощь, финансовая помощь в Украине стоит мне денег. Мне денег, как гражданину, который платит налоги. А ситуация в стране тяжелая. У нас ресессия, у нас все подорожало в три раза. У нас, допустим, человек, как я, отставной старший офицер, живет обеспеченно. Я честно вам скажу, мы уже не волнуемся ни за что. У нас образование детей оплачено, медицина вся оплачена, все страховки оплачены. Мы живем, честно сказать, в таком коммунизме. И то я уже тоже чувствую это. Вот я лично чувствую, потому что в магазинах все подорожало в три раза. Если я раньше никогда не смотрел на цены яиц или молока, хлеба, то сейчас уже люди смотрят. И я смотрю. Потому что есть уже, может быть, надо что-то подешевле покупать, а не все подряд класть просто потому, что тебе это понравилось, как выглядит. У людей нет работы, люди еле-еле сводят концы с концами. Если 10 месяцев тому назад мне люди звонили, сказали, как, чем я могу помочь, куда мне послать деньги для Украины. И вот я сейчас говорю с волонтерами, и все равно нужны, опять же, пикапы старые, нужны форумы, нужны ночники. Все то же самое. Ну, что должно было уже давным-давно заплодиться через Лен Луис. А уже нету, людей нету. Они говорят, слушай, я уже все, что мог, отдал. Все, что мог, сделал. И это очень-очень тяжело собрать теперь, даже на гуманитарных, по-моему, людям в Америке тяжело. Про что и говорили республиканцы, что, опять же, у вас очень быстро это все перевернули. Говорят, мы не можем так вот просто раздавать деньги. Нам не дадут нас точно так же тогда вышибут из Конгресса, как вышибли демократов в этот раз. Потому что они тратятся деньги, надо быть фискально ответственными. Поэтому должен работать к Лен Луис. Лен Луис – это не бюджет, это не деньги. Лен Луис – это железо, которое у нас уже стоит, готовое на сохранение. Нам, в принципе, даже будет дешевле его передать Украине, чем содержать его из денег. Писать? Нет, это не списанное. Оно все равно остается... Почему за него не надо Украине платить? Потому что оно все равно остается в нашем, как наша собственность, американская собственность. Но ленд – это мы вам его даем в долг. И вы просто после войны, если у вас оно останется, должны нам его вернуть. Но оно не списано. Оно у нас стоит законсервировано. Это все равно стоит денег. Консервация, держать их. И Лен Луис – это передать все необходимое, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, с меньшими потерями. То есть американский народ через Конгресс говорит президенту, мы отдаем тебе свое право проверять бюджет. Каждый раз тебе ходить и просить у Конгресса, чтобы дали еще деньги. Мы тебе даем полное право. Распоряжайся как хочешь. Давай все необходимое Украине, то, что ей нужно. Украина сдала списки. Мы даже 10%, по-моему, 1% даем, то, что она попросила Украина еще 10 месяцев тому назад. И мы тебе эти права отдаем, но президент не пользуется этим. Через 60 дней он должен был дать, отчитаться перед народом, перед Конгрессом, какую упрощенную систему он создал для передачи оружия и всего необходимого для победы, чтобы как можно было меньше потерь, живой силы, гражданского населения, детей, инфраструктуры, и чтобы передать. Но ничего этого не было сделано, кроме пропаганды и дезинформации, которая была вкинута, я думаю, через КГБ, и украинские многие журналисты, и многие знатоки, специалисты, эксперты начали вот это вот отмывание Белого дома, отмывание администрации, что все идет или пойдет попозже, или сейчас. Что, конечно же, я кричал из всех сил, я говорю, зачем вы это делаете? Вы гимнерализуете войска. Но эти люди никогда не были ни на войне, их дети тоже не на войне, они никогда не представляли, они никогда не были, они или вещают с Вашингтона, или с Польшей, или с города, откуда-то у вас, ну или, в крайнем случае, из Киева, где они в относительной безопасности, вся их семья безопасна. Но я уже привожу много раз такой пример, что люди говорят, ну почему-то это, им дают надежду, людям дают надежду, что вот сейчас Лэнвис пойдет, все будет. Нет, это не надежда, это обман. И вот есть такой певец, Грибанчук, Грибанчук, Грибанчукова, где он поет такую песню, «Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали, нас осталось только два, нас с тобою, ну и там потом в солдатской форме, нецензурная лексика». Потому что это деморализует, они сидят и ждут подмоги, подкрепление, им обещают, им обещают все эти полковники, все эти знатоки из Вашингтона, которые там живут два года, и уже большие американские эксперты. И они не понимают, когда я им говорю, «Господа, что вы делаете? Зачем вы это делаете?» И эти обещания. И вот это деморализует, конечно же, и войска, и помощь. Нет, и поэтому сегодня в Соединенных Штатах я ушел от вашего вопроса, к сожалению, ну потому что мне это больно. Поэтому в Америке, да, я думаю, что эти опросы говорят, у людей кончились деньги, у людей нет денег, они сами еле-еле сводят концы с концами. У нас безработица, у нас ресепсия, у нас все стало в 3-4 раза дороже, а моя пенсия осталась такой же, и у людей зарплаты остались такие же, или вообще потеряли деньги. Поэтому народ все равно за Украину, народ все равно хочет, чтобы Украина победила. Поэтому народ в проценты эти, опять же, в вопросах, я не специалист, это надо специалистов спрашивать. Но поэтому я, моя интерпретация, мое дилетантное понятие этого, то, что люди все равно остаются за Украину, они говорят, да, санкции вводите, потому что санкции нам ничего не стоят. А вот финансовая и военная помощь, тут уже как-то надо. Поэтому чем раньше заработает ленд-лис, тем, я думаю, вот эти вот опросы изменятся, и больше процентов американцев будут за то, чтобы давали военную помощь. Потому что не все совсем понимают, что такое военная помощь. Дать ленд-лис, это тоже военная помощь. Или дать пакет в 40 миллиардов, из которых там 3 миллиарда попадет, как военная помощь, остальное на разное, там, гендерное обучение, содержание учителей, военных, это тоже все нужно, я ничего не говорю. Они не понимают люди, они не вникают в это так глубоко. Они понимают, что это им стоит деньги. Заместо того, чтобы дать им военную помощь, которая уже оплачена, она уже у нас стоит, она уже есть. Ну, поэтому, то, что говорят ваши, там, говорящие головы, что у американцев нету, или что это надо делать, или что-то еще такое. У нас есть журналисты, и все, которые уже, журналисты, которые, как бы, представляют Белый дом, там, CNBC, CNN, они уже спрашивают, а почему ленд-лис-то не идет, почему мы ленд-лис-лис, почему мы, почему мы, почему мы даем Нейсамс, а не патриоты. В 18 стран мы даем патриоты, а в Украину патриоты мы дать не можем. А ответить чиновники не могут, представители. Почему мы взяли и кастрировали хаймарсы, которые теперь могут стрелять, то мы узнаем это из, из, сейчас забыл, из какой журнала, не экономист, а Financial Times. Узнаем, что, оказывается, хаймарсы запрограммированы только на 50 километров. Почему наш, объявляет наш советник по национальной безопасности, господин Салов, что мы против того, что Украина бьет по объектам в России, стратегическим объектам в России, где готовятся самолеты, чтобы бомбить Россию, бомбить Украину, инфраструктуру, гражданское, убивать детей, гражданское население, мы против этого. И они, многие генералы, многие американцы, многие конгрессмены, а с обоих партий, этого не понимают. Мой народ не понимаем этой стратегии нашей власти. Наш посол в НАТО говорит, что оружие давать Украине, мы не видим пользы в этом. Тоже непонятно, что значит, он не видит пользы в этом. А в чем же он видит пользу? В том, что уничтожается нация, убивают детей, люди мерзнут в эту зиму без отопления, без электричества, без связи. В этом, что ли, он видит пользу? Непонятно, не объясняет, какая же в этом польза. И до и НАТО выходит, генеральный секретарь НАТО, выступая, за три минуты тридцать раз сказал, что мы поддерживаем Украину, был саппорт украинцем, но не объяснил, чем саппорт украинцем. Потом мы узнаем, что они дадут генераторы. Оказывается, у нас НАТО самая огромная консолидация или организация военная за всю историю человечества, оказывается, мы теперь конкурируем с Красным Крестом, даем генераторы Украине. Ну, чушь какую-то они несут. Явно, и уже генералы, которые на их стороне, наши отставные, тоже не понимают, говорят, почему Белый дом хочет свести эту войну ничью. Вы понимаете, что ничья не может быть. И вот по поводу этого, продолжение этой темы, некоторые американские СМИ распространяют нарратив о том, что якобы США вмешиваются в российско-украинскую войну и обвиняют в ней президента Джо Байдена, а не президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет The American Conservatory, и он публикует информацию о том, что США считают, что война в Украине завершится победой России и установлением его условия мира. И автор статьи утверждает, что якобы целью Байдена является не победа Украины, а наоборот истощение России, ради чего он и жертвует жизнями украинцам. То есть это война между Байденом и Владимиром Путином. Но развязал это Байден. Кто автор? И что это за журнал такой? The American Conservative. Я никогда не слышал про такой журнал, и что они пишут, но у нас нету именитета против идиотов, как и у вас, или в России, или в Израиле, или в других странах, или в Европе. Здесь идиоты, но если это война между Байденом и Путином, почему же Байден не даст оружие Украине? Где тут сенс? Где тут логика? Если война между Россией и Байденом, между Путином и Байденом, тогда и Украине, и украинскими руками задуши его. Но он не дает. Значит, это не война между Байденом и Путином. Наоборот, его администрация пытается уболтать Украину, чтобы она села за стол переговоров, то есть сдалась. Уже все это прекрасно понимают и Украина не сдается. Он бы тогда не приглашал Байдена, вашего президента бросить страну на произвол судьбы и удать в начале войны, от чего отказался ваш президент. Он бы тогда не увел бы наше посольство с территории Украины. Он бы хотя бы тогда прислал посла бы за этот год, пока он был президентом. Похоже, что он приглашал Путина напасть на Украину. Но если бы он хотел этим способом уничтожить Путина, то дал бы Украине все оружие, которое американский народ ему просит дать. И дает ему право это сделать. А он все равно не делает. Тут я логики совсем не преследую, но я знаю, что у нас есть такие люди, которые выступают, я могу их поназвать, и бывшие полковники, парочку есть сумасшедших, которые это говорят и в Америке есть такие тоже эксперты, как и у вас, которые несут чушь. Нет, здесь я никакой логики не вижу, это просто какая-то билиберда, что они пишут. Хотел бы, сделал бы, причем это не я говорю, это говорит генерал Келлог, это говорит генерал Кеннер, военачальник, у которых я имел честь служить под чьими командованиями. Они говорят, если бы мы хотели, это бы война закончилась давным-давно, и Украина бы победила, она бы давным-давно разбила и изгнала эту нечисть со своей земли. Мы не хотим. Это они говорят, не я опять же, но я такого, я присоединяюсь к ним. Если бы мы хотели, если бы Белый дом, администрация хотела выполнить волю американского народа, эта война вы давным-давно закручили, ваши бы дети перестали гибнуть, вы бы не сидели в холоде и в темноте, вы бы уже процветали. Война не должна была начаться вообще еще в феврале. Но сегодняшняя администрация, я думаю, наоборот, она сговорит с этим Давосом и с Путиным. Они боятся, что Украина победит. И в ничью свести они тоже не смогут. Не может быть ничья между Голлаевом и Давидом. Один из них погибнет. По-библейски погиб Голлаев. Я надеюсь, что в этот раз тоже Голлаев погибнет, а Давид выйдет победителем из этой битвы. Гарри, вы уже упомянули о взрывах на авиабазах в Енгельске и Рязани. И вот Соединенные Штаты пишут о том, что они не предоставляли Украине вооружение, которое позволило бы осуществлять удары по территории России, а также не поощряло Киев прибегать к таким действиям. Как бы об этом пишет завил председатель Госдепартамента США Нед Прайс. Мы же в принципе понимаем, что оружие нам предоставляется с Америки. И то, что если даже теоретически и практически представить себе, что это сделала Украина, понятно, каким оружием. Почему США снимают с себя эту ответственность? Они пишут о том, что они не предоставляли это оружие ни до вторжения, ни в период уже вторжения. Почему? Они могут говорить, что есть шансы, что они говорят правду. Я не знаю, они меня в этом не посвящают. Но если это так, то браво украинским воинам, браво Украине. И не только Америка поставляет оружие США, и другие страны тоже поставляют. И Балтии, страны Балтии, страны бывшего лагеря Советского Союза, и Польша, и Израиль сейчас поставляют вещи для оружия. Поэтому браво какая разница. Если это сделали украинцы, то честь и хвала им. Одна, моя самая первая инспекция на ядерные объекты в России была как раз вот на авиабазу в Энгельсе. Это очень стратегически охраняемый объект. Туда просто так ничего залететь не может. И зайти туда тоже так просто ничего не может. Там стоят стратегические бомбардировщики, то есть те, которые могут нести ядерные заряды на них. И если украинцы смогли там разбомбить их, честь и хвала, честно вам скажу, я радуюсь этому. Вот у меня какой-то внутри радости за этого, за украинцев. А то, что участвовали мы в этом или не чувствовали, я не думаю, это играет большую роль. Украинцы это сделали. Хвала вам. Это украинцы потопили Москву. Это украинцы убили почти что 15 генералов российских. Это украинцы, которые выкрали Медведчука. Это украинцы все делают. Это украинские спецподразделения. Это украинские воины, это украинские разведывательные органы. Это украинский там СБУ и так далее. Это украинский народ. Это украинская власть. С честь и хвала. Я думаю, что это праздновать надо. Как раз я, кстати, поздравляю всех воинов Украины только что с прошедшим праздником. И я считаю, что сегодня все, кто находится в Украине, они все воины. И вы воин. И все люди, которые сейчас живут и остались в Украине, это все воины. Я надеюсь, что скоро вас всех увижу и обниму. поэтому честь и хвала. Я не думаю, что это имеет какую-то разницу и не думаю, что мы так сильно помогали. Но, опять же, это мои додумки. Я просто считаю, что разницы нет. Это украинцы сделали. Сделали невозможное. Я вот считаю, что, правда, фору уже даете израильтянам в таких операциях, как с мостом. Много сейчас этих операций можно назвать. Это люди, которые работают днем и ночью за очень маленькую зарплату. Они любят свою страну, они продумывают, они гениальны. И если они смогли добраться до Энгельса, до этой авиабазы, то россияне, военные, военные, я не могу их называть военными, потому что террористы, террористическую войну ведут. Они вас, одессе украинцы вас замочат рано или поздно. Бегите, бегите, братцы, бегите. Кстати, по версии американского журнала Тайма, зеленский и украинский дух стали Человеком Года. Да, и по-моему, до этого я не видел еще этого, но я обязательно куплю этот журнал. И я знаю, что был генерал Залужный до этого на обложке Таймс. Я не знаю, я не могу говорить за всех американцев, потому что в моем окружении, мое окружение американское, опять же, я не вмешиваюсь в вашу внутреннюю политику, я считаю, пока идет война и военное положение, вы должны все поддерживать вашу власть и не критиковать ее. Ну, я знаю, что сейчас посыпется критики, я не топлю ни за каких ваших там политиков, но сегодня, конечно же, во время войны надо поддерживать и в моем окружении, в моем окружении американцы, с которыми я имею дело, опять же, я подчеркиваю, не говорю за всю Америку, они говорят, что если бы сегодня президент Зеленский избирался в Соединенных Штатах Америки, за него бы все проголосовали. Давайте поговорим про вашего президента, Байден намерен баллотироваться на второй срок, вероятнее всего, он примет такое решение в начале 23-го года, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Карин Джан-Пьер. Вы не критикорите украинскую власть, давайте покритикуем немножко вашу американскую власть, каковы шансы? Я думаю, что он еще будет помнить это к тому времени, но я считаю, что это я, я думаю, что не надо над этим смеяться, потому что уже и многие демократы это говорят, они говорят, что он не управляет страной, что управляет страной президента Обама, поэтому он и остался в Вашингтоне, это вся обамовская администрация в Белом доме, он не в курсе, что происходит, он читает по как это называется по-русски, когда ты списываешь что-то, суфлер? Нет, когда ты экзамен идешь, у тебя там написано, что-то, что-то, бумажка, шпаргалка, шпаргалка, по шпаргалке, 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 он читает по шпаргалке, он куда повернуться, как сесть, он забывает, он путает свою внучку со своим сыном, он путает страны, он путает даты, он, он конъективно не годится, он стар, он стар не только возрастом, но и у него старческий маразм, это уже никто не отрицает, ему тяжело, это, я считаю, издевательство над пожилым человеком, который отвечает за весь мир, он же будет все равно в ответе, он будет повесить на такого человека такую ответственность, я считаю, что это негуманно, абсолютно негуманно, и я не думаю, что он будет баллотироваться, я не думаю, что ему партия разрешит это сделать демократическое, но, как по мне, так как я в оппозиции этой власти, то я бы хотел, чтобы он баллотировался. По поводу результата в деятельности Байна, вы понимаете, почему я хочу, чтобы он баллотировался, он проиграет, он проиграет, я понимаю, конечно, да, ответ. Любому, да, я просто, чтобы наши зрители понимали, не потому, что я за него, а потому, что наоборот, я считаю, что если он будет баллотироваться, то демократы просто вылетят в трубу. Про результаты деятельности Джо Байден и Реши Сунак договорились об увеличении экспорта газа из Соединенных Штатов в Британии, об этом сообщает The Garden. В рамках договоренностей США, США, Британия стремится импортировать не менее 9-10 миллиардов кубометров газа в течение следующего года через свои терминалы. Ну, как говорят, знаете, что в кризисные времена есть проигравшие, есть победители. И в данном случае многие говорят о победителя, именно о США. я не знаю, я не чувствую, что мы здесь победили, потому что мы сидим в ресессии. И мы точно не победили в Афганистане, бросив там своих союзников и драпанув оттуда. Но опять же, этот вопрос не совсем ко мне, потому что я не экономист, как работает нефтегазовая индустрия. То, что я слышал, это что, да, он может объявить это, и они могут это объявить, но у нас нельзя приказать нашим газовым и нефтяным компаниям начать это добывать, если это будет им убыток. А то, что они закрыли свои скважины, когда пришел президент Байден, в первую очередь что он сделал, он снял санкции с северного потока и наложил санкции на наш Keystone pipeline, она и запретил добычу нефтегаза на федеральных землях, то есть сланцевый газ, и мы из самого крупного экспортера стали самым большим импортером, то есть мы стали покупать нефтегаз у России и у Ирана и у Венузелла, у наших врагов опять, и цена конечно на нефть пошла вверх, потому что мы перестали добывать, и это одна из частей что позволило дала кислород Путину, дала его военной машине жизнь и кинула нас в ресессию, опять же, я не экономист, но это мне так объясняет Андрей Николаевич, Иларионов и другие, моя жена, который тоже экономист, который мне не так объясняет, но я опять открыть скважину и опять добывать это будет стоить очень много денег, поэтому я не знаю, то что они говорят, это они говорят, а как на самом деле это произойдет, я не могу ответить, потому что это будут решать бизнесмены, которые занимаются газом и нефтью, это непростой бизнес, и просто так цены опускать, поднимать и экспортировать это не получается, там большая экономика идет, и мы посмотрим, посмотрим, и надеюсь, что это так сработает, было бы здорово, было бы здорово, если бы мы опустили нефть и газ до 45, до 50 долларов за баррель, ну ниже это на убыток с именом США, а 40,50 насколько опять же, я не эксперт в этом вопросе, но как мне объясняют, 45,50 это все равно у нас будет прибыль, а вот у России будет уже, они пойдут в минус, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос, но я могу вам сказать мое желание, мое желание, чтобы это так и было, чтобы мы начали опять банкротить Россию, или как мы банкротили Советский Союз, а сами процветать, и чтобы Украина процветала вместе с нами. В контексте экономики, но в контексте и военной помощи, проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2023 год подразумевает выделение 800 миллионов долларов помощи Украине. Эту информацию опубликовали на сайте Палаты представителей Конгресса США. Это достаточно, это много для вас? 800 миллионов долларов? Для меня лично много. Я говорю в контексте Соединенных Штатов Америки, конечно же. Соединенных Штатов Америки, ну смотри, давайте мы с вами сравним. Опять же, я человек военный, вы мне дайте инструменты, я им сверну бошку, я их убью. А эти вот все игры, я могу только сравнить. Смотрите, в Афганистане, мы там были 20 лет, там находилась наша армия, мы воевали там против бородачей, которые не умеют писать и читать, ездят на ишаках и вооружены калашниковые, ну может быть там РПГ у них еще иногда появляется, делают самодельные там взрывчатки и не пользуются туалетной бумагой. Мы им даем 300 миллионов в день в течение 20 лет. 300 миллионов в день. Значит, вы говорите о 800, давайте с математикой у многих плохо, давайте скажем 900, 900 миллионов. Это три дня в Афганистане. Но вы воюете против второй армии в мире, против самолетов, ракет, подводных лодок, кораблей, силы, которые намного больше у вас, у вас нету американской армии, которая стоит на вашей территории, и это не бородачи. И вам дают три дня, что давали в Афганистане. Даже меньше. Потому что 800 меньше, чем 900, но это так, чтобы легче было делить. Там мы давали 300 миллионов в день. Много это или мало, Диана? Мало. Очень мало. Это не что. Это не что. Это не что. Это даже не плевок в океан. И не нужны эти 900 миллионов. И потому что я не знаю, что это 900 миллионов, что это значит. 900, 800 миллионов, 40 миллиардов. Что туда входит, что туда не входит. У нас стоят Эйбрамсы тысячи. У нас стоят десятки тысяч уже списанных Хамвис. У нас стоят Хаймарсы 270. Ну, на густо. У нас стоят гаубицы сотни, десятки тысяч законсервированные. Это уже оплочено. Это уже есть. Дайте Ленд-Лиз. Дайте Брэдлис, которые стоят. Сохраните жизни украинцев. Каждый день они проливают кровь. А у нас это стоит. Американский народ сказал дайте, дайте, чтобы если как этот дебильный журнал, который пишет, что это война между Путиным и Байденом, так дай победи этого Путина, победи эту мразь ГБшную и сохрани жизни украинцам. И нам тоже заодно. Почему это не происходит? Дают три дня в Афганистане и все ходят и радуются этому? Я не понимаю. Будем пытаться разобраться. Гарри, напоследок нашего разговора американская компания Google презентировала список тем, которые были популярными во всем мире в 2022 году. уже подходит к концу года. Америка попала, если говорить об этом. Первое слово это была Украина, это первая ступень, второе место занимает смерть королевы Елизаветы и тройку замыкает результаты выборов США. Вот такая история. А какое для вас было главное слово в 2022 году? Нет, ну, это понятное дело, что это Украина. Никто не ожидал такого от Украины. Никто не ожидал этого от президента Украины. Никто не ожидал этого от вооруженных сил Украины. Никто не ожидал этого от украинского, я хочу это громко сказать, украинского народа. Для меня это самое важное, что происходило и происходит в этом году. Я, к счастью, был в Украине 24 февраля. Оставался там столько, сколько мог. Если я могу чем-то гордиться в своей жизни, так я горжусь, что я нахожусь с украинским народом. Могу быть с украинскими воинами. Мне это придает жизнь, мне это придает смысл. Я считаю, что сегодня весь мир смотрит на Украину. Весь мир восхищается Украиной. Я считаю, что сегодня куется новая нация, которая сдвинет центр тяжести в Европе, а может быть и во всем мире, в НАТО, в ООН и так далее. Я рад, что я нахожусь вместе с украинцами на одной стороне истории в этом. Я считаю, что во всех академиях военной будут преподавать гений украинских военачальников, доблесть украинских воинов. И мы все это будем изучать. И позор русскому народу. Почему я говорю русскому? Потому что они сами это называют русский мир. Когда переименуют в российский мир, тогда я назову российскому народу. Но это позор русскому народу. Это истребление в первую очередь русского народа. Гарри, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что поддерживаете нас. Для нас это... Вы себе просто представить не можете, как для нас это важно, когда за океаном мы чувствуем такое. Это важно и для меня, и для моего окружения, и для моих американских и сослуживцев, и друзей, и семьи. Это важно для многих, для нас. И спасибо вам, что вы нас приглашаете, что вы нам даете шанс быть вместе с вами в этот исторический момент. Я вам очень благодарен. Честь и хвала Украине. Гарри Табах, офицер военно-морских сил США ВОЦТА, был с нами в нашем информационном часу. Обязательно подписывайтесь на канал Политбюро, ставьте лайки, пишите свои вопросы. Мы в следующих программах вместе с Гарри будем давать на них ответы. Меня зовут Инна Бернацкая. Берегите себя и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова